Всем привет друзья, с вами снова Аквамен и сегодня у нас весьма странная распаковочка, коробка внутри которой находится некая живность, название которой я пока не буду раскрывать. Саму коробку нам прислал Филипп Бызов, Филипп Бызов это энтузиаст, это коллекционер, основным направлением коллекционирования которого являются беспозвоночные, в частности в превеликом множестве макрички и таракашки, редкие виды таракашек. Да, естественно у него есть своя группа, она так и называется Invertebrates and Other, что в переводе означает беспозвоночные и другие. И в этой группе, друзья, что примечательно, вот если вы хоть раз сталкивались с макрицами, вы стопудово натыкались на статью, на мой взгляд наиболее полно описывающую ситуацию с макрицами на территории России. И как раз таки вот эта вот статья, она авторства Филиппа Бызова и она находится в этой группе. Плюсом ко всему в этой группе куча фоток, редчайшей просто живности о существовании которой я и не догадывался, интересное общение, информация о содержании, некоторую живность можно приобрести, а некоторую можно только позырить и помечтать о ней. В общем-то все это по ссылке в описании. Ну а мы освобождаем коробку от всего ненужного и у нас остается вот такая вот соусница, малюсенькая баночка-контейнер. И, друзья, поставьте видео на паузу, напишите сколько, по вашему мнению, может стоить вот этот вот контейнер с 12 зверями внутри него. Большинство пространства, то есть абсолютное большинство внутри занимает субстрат и трухлявые деревяшки. Да, друзья, внутри находится сфера трахи. Прошу прощения, трахисферы, ничего смешного в этом нет. Это целый род, насчитывающий около 30 видов, чем-то похожих на мокриц животных. Да, друзья, эти малюсенькие просто звери при прикосновении сворачиваются в шарик и для того, чтобы их развидеть, мне пришлось очень сильно поднапрячься. Более того, мне пришлось прилепить на камеру увеличительное стекло, чтобы вы их тоже смогли запечатлеть. Итак, в чем же секрет этой живности? Почему она так много стоит? На самом деле, эти звери встречаются очень редко. И даже если вы их встретили, даже если вы их забрали себе, скорее всего, вы их не сможете развести в неволю. Потому что официальной какой-то информации я искал по разведению этой живности в неволе, я не встретил, не обнаружил. Эти же трахисферы, они реально разведены в неволе. То есть, это один из первых, если не первый случай, разведения подобного плана живности в неестественных условиях. Да, естественно, что эти звери вам не принесут палку, если вы ее кинете. Они не носут вам в тапки, с ними неудобно засыпать длинными зимними ночами. Но, друзья, мне, как любителю всякой необычности, вот это вот зверье, оно, ну как нельзя, кстати, приглянулось. Это раз. Во-вторых, я думаю, для коллекционеров вот эти вот звери, они очень-очень интересным дополнением коллекции будут являться. В остальных случаях, я думаю, все-таки лучше завести Макритс. К тому же, их существует неимоверное количество разновидностей конфигураций. В целом, еще раз хочу сказать, подводя итоги, звери интересные, но нужно сильно напрягаться, чтобы их развидеть. На этом все. Огромное спасибо за подгон Филиппу Бызову. Увидимся с вами очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok